Музыка Один из самых важных, трогательных и славных праздников Хранение истории времен Великой Отечественной Афганской войны и Первой мировой войны Вперед поколениям, чтобы этот праздник не забывали Слава павшим и живым, от души спасибо им Такими же ударными темпами шло создание и города-сада Как можно определить, что ты скоро увидишь Тольятти? Наши тополяты, которые мы ругаемся, это изюминка нашего города Липа брала как бы на себя первый удар, который идет с дороги Ну, конечно, должно быть красиво Ну, как красиво! Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти Программа о городе и людях, которые делают его лучше Главным событием минувшей недели стало, конечно, празднование Дня Победы Во всех районах Тольятти прошли торжественные мероприятия, концерты, интерактивные программы Наша съемочная группа провела 9 мая в Парке Победы Смотрим, как это было Почему важно сохранять память о войне? Как вы считаете? Сохраняю, обязательно нужно сохранять Сохраняю я все каждый год Тяжело мне ходить, уже ноги не ходят То вот иду, возлагают Мы традицию эту будем дальше продвигать вперед по поколениям Чтобы этот праздник не забывали Чтобы каждый год все мы встречались в Парке Победы Наши матери плачут И ровесницы молча грустят Мы не знали любви Не изведали счастье ремесел Нам досталось на долю Нелегкая участь солдат Сергей Степанович, какое участие Военно-исторический клуб «Патриоты» принимает в сегодняшнем празднике? Сегодня мы принимаем самое активное, самое прямое участие То есть это возложение гирлянд к Вечному огню Пост номер один у Вечного огня Стрельная группа тоже у Вечного огня Пост номер два у матери солдатки И вот сзади у меня находится интерактивная площадка времен Великой Отечественной войны Техника времен Великой Отечественной войны И две полевые кухни Наше основное предназначение Это сохранение истории времен Великой Отечественной войны Афганской войны И Первой мировой войны Ну и всех локальных войн День Победы Это самый большой праздник Самый значимый для нас Это очень верный праздник К нему надо готовиться серьезно То, что длилась война четыре года С 1941 по 1945 Поздравляю ветеранов Здоровья им большого Вот, долгих лет И с победой мы ждем еще одну победу большую нашу В Парке Победы сегодня работает площадка полевой кухни Анастасия, чем вы угощаетесь тольяттинцам? Сегодня мы по традиции угощаем тольяттинцам солдатской кашей гречневой С тушенкой, с овощами И, конечно же, сюда без солдатского чая Вкусные, сладкие Всех желающих накормили Всех с праздником поздравили Всем улыбнулись Чаю налили Кашу наложили Хлеба даже дали Все хорошо Все остались довольны 9 мая Всегда прихожу сюда И поддерживаю этот праздник Этот святой праздник Да, если бы не наши деды и отцы Мы бы, может быть, даже и не жили на этом белом свете Слава нашим генералам Слава нашим адмиралам И солдатам рядовым Пешим, плавающим, конным Утомленным, закаленным Слава павшим и живым От души спасибо им День Победы День Победы, безусловно, один из самых важных, трогательных и славных праздников Мы всегда будем помнить тех, кто не постоял за ценой ради нашей свободы и спасения Родины Прогуливаясь по густозеленеющим аллеям города Вдыхая яркий аромат пышно цветущих деревьев В очередной раз убеждаешься, Тольятти поистине уникален По целому ряду причин Вот хотя бы одна Ну а в центре какого еще крупного промышленного города Есть величественный лес И где также вдоль главных улиц Простираются десятки разных В том числе редких пород деревьев и кустарников Все не случайно Наряду с возведением заводов И строительством жилых районов Такими же ударными темпами Шло создание и города-сада Как Тольятти стал зеленым Тема нашего диалога Мы живем в городе мечте для очень многих знаменитых философов Ну вот, например, Томас Морф, когда писал свою знаменитую «Утопию» Я думаю, само слово слышали все Он писал о том, что Самый красивый, прекрасный, лучший для людей город Обязательно должен быть зеленым И только рядом с деревьями Только рядом с зелеными насаждениями Человек может наслаждаться жизнью Например, Кампанелло Тоже в своем городе солнце Как красиво он его назвал Писал о том, что город будущего Обязательно должен быть зеленым Они без зеленых насаждений город не видели То есть мы живем в городе будущего По всем стандартам великих произведений Курбаненко принципиально построил Ну, запланировал город Новый, рядом со старым городом И как бы сохранил ту зеленую лесополосу Тот лес, который эти районы разъединял В 20-30-е годы во всем мире В Европе, в Германии, во Франции В Советском Союзе Очень много говорили о том Что молодые строящиеся города Они должны быть с леса посадками С зелеными насаждениями И даже существовало некое соревнование Конструкторских бюро Кто придумает лучший план И вот у нас два наших Тоже очень известных академика Разработали план линейного города План линейного города был в Европе То есть это не новинка только наша И вот линейная планировка Она предусматривала, что у нас идут дома Рядом с ними посадки Дома, то есть такая вот линейная планировка Это было важно для того периода То есть это была проблема Которую решали еще с начала 20-го века Как построить город так Чтобы максимально сохранить Экологию этого города Здоровье жителей, которые здесь живут Ну и конечно должно быть красиво Ну, как красиво! Сейчас с вами наслаждаемся цветущими яблонями Но скоро жители нашего города Будут жаловаться на тополин и пух Наши тополя, на которые мы ругаемся Это изюминка нашего города Почему? Потому что именно здесь У нас в 1958 году Наш главный лесничец Ставропольского района Павел Гончаров Взял на себя ответственность И решил вывести специальные гибридные тополя Потому что, я думаю, многие слышали о том, что тополя Это самый лучший поглотитель химических загрязнений, который вообще может быть Он решил скрестить все имеющиеся сорта тополей И вывести гибридный тополь, который бы имел самое лучшее свойство Во-первых, он бы выдерживал вот этот шум, который мы даже с вами слышим Ему это удалось Они нас радуют Такие же красивые Можно сказать здоровые Но опух мы потерпим Внутриквартальные аллеи Там липы Сейчас липа тоже зацветет Уже буквально скоро Это классика Липа, рябина, береза, елочки Это классические породы, которые высаживаются в городах Породы располагали так, чтобы каждая порода дерева, кроме тополя Она усваивает какое-то определенное загрязнение И деревья, они стояли как щитом Как барьером Потому что липа брала как бы на себя первый удар, который идет с дороги И фильтровала его, например, какие-то тяжелые загрязнения Такие как ртут, например А уже последующие деревья, они свои какие-то химические элементы Которые они могли из воздуха убрать Поэтому у нас и шло полосами деревья Потому что они как разные фильтры Которые не допускали загрязнения к жилым домам Потому что за нашей спиной как раз-таки жилые дома Которые необходимо было защитить от этих загрязнений У нас вдоль школ, вдоль бульваров есть кусты Многие не знают, как они называются У них такие красивые коричневые ягодки Это кизильник Кизильник после тополя на втором месте Именно по пользе для человека О нем надо заботиться Ну, например, можно собирать ягоды И передавать в наше лесное хозяйство Для того, чтобы они потом выращивали саженцы от них Как сейчас у нас многие жители заботятся, например, делать присадники Высаживают саженцы растений у себя во дворах Это же традиция нашего города Потому что те насаждения, которые мы видим Они строились не только социозеленением Но они высаживались простыми людьми, которые помогали Строители Волжского автомобильного завода Выходили после смены на строительство домов И завод, и жилые районы строили одновременно И уникальность нашего еще города в том, что обычно зеленые насаждения Уже делают после того, как город достроен То есть уже возвели дома, возвели все аллеи И высаживают зеленые насаждения Но жители нашего города, строители, были во всем первопроходцы Они одновременно озеленяли город и одновременно его строили Это тоже уникальная изюминка нашего города То есть эти деревья застали строящиеся Тольятти Они были немыми свидетелями этой стройки В 50-е годы академик Баранов разработал классификацию районов и городов В этой классификации Тольятти относился к средним городам И норма, которая была для средних городов, в Тольятти была превышена То есть мы были одним из самых зеленых городов нашей страны И если по норме, например, необходимо было 20 квадратных километров насаждения То у нас их было, допустим, во много-много раз больше И поэтому, конечно, это была гордость нашего города Еще многие жители других городов точно так же Ну, конечно, с белой зависти так смотрят на наш величавый лес В центре города, ну, по сути, всегда удивляются Говорят, мы едем, едем по городу Раз вроде город, снова лес, раз город, снова лес Всегда удивляются Вот действительно ли больше таких примеров, наверное, так вот сразу и не вспомнить Да, сразу и не вспомнишь Потому что это действительно для нашего города уникально И опять-таки Борису Рыбаненко огромное за это спасибо Он уникальный своим воздухом Потому что у нас вот этот сосняк, который у нас есть Он действительно очень сильно насыщает воздух фитонцитами И очень многие тольяттинцы, я сама об этом знаю Многие тольяттинцы говорят Если ехать, например, по трассе М-5 Как можно определить, что ты скоро увидишь Тольятти? Можно даже такой эксперимент провести, особенно после дождя Если вы не будете искать дома, которые по южному шоссе показываются По запаху воздуха Когда подъезжаешь к нашему городу Из-за леса прям пахнет лесом, сосняком Вот этот вот воздух насыщенный Тоже для нашего города характерен Если раньше мы были одним из лидеров по озеленению То сейчас мы уже по озеленению в лидерский топ не входим И в первую очередь это связано, конечно, с тем, что у нас Те посадки, которые были сделаны по строительству Они уже требуют особо тщательного ухода, возобновления Это наш дом, это наше здоровье Это эстетика нашей жизни И мы, сохраняя эти зеленые насаждения В первую очередь сделаем хорошо себе А на сегодня это все Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы Звоните по телефону, который вы видите на экране Или пишите нам в группу ВКонтакте Увидимся ровно через неделю До встречи на территории Тольятти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА